Эти песни будут популярны всегда, ведь музыку и текст для них написал сам народ. В Брянске продолжается 14-й фольклорный фестиваль «Красная горка». На фестиваль собрались 33 фольклорных коллектива из Брянска, Москвы, Курска, Твери, Тулы, Орла, Брянки, Донецка и Севастополя. Подробности праздника народного творчества его участники рассказали на пресс-конференции. У нас с вами одна задача. Кроме нас это никто не сделает. Нам нужно собирать еще то, что мы можем еще собрать. Я имею в виду традиции, обряды, песни, то, что пока еще на поверхности. И передать их как драгоценный дар. Не просто дар, а именно как драгоценный дар последующему поколению. Впервые в «Красной горке» участвуют гости из Луганской Брянки. Мы, вливаясь в Россию такой мощной волной, попытаемся все это полюбить и охватить двумя-тремя руками. Все, что здесь происходит, высочайшая толерантность во всем. Я хочу, чтобы мои дети заразились всем, что здесь происходит. И, конечно, духовность на высочайшем уровне. Фестиваль пронизан единой идеей духовным и патриотическим воспитанием молодежи. Есть обряд для этого очень важный. Зажги свечу. Мы всегда встаем и кругом плачем. То есть каждый коллектив плачет по погибшим. И в этом году мы это будем проводить на партизанской поляне, у стены скорби, у вечного огня. Вот там мы поплачем о всех своих близких, о всех своих родниках. Кто сегодня вместе с нами? Потому что вот эти пасхальные дни, говорится, считается, что и этот мир живой с нами вместе, и тот мир, они все с нами. Финансирование «Красной горки» взял на себя президентский фонд культурных инициатив. Фестиваль продлился три дня и завершился голоконцертом в День Победы. Алексей Соболь, Александр Власов, Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова